С работы вчера иду, и как-то так получилось, что мимо пивной. А я всегда там хожу. Остановился, взял кружку. Не, боже мой, чтобы когда больше. Всегда одну только кружку для начала. Смотрю, народ стоит разный. И простые люди, и алкоголики. Речь ведут о том, что в последнее время на этом месте случаются чудеса. Особенно, если подольше постоять и побольше выпить. Я не вмешиваюсь в разговор. Вообще стараюсь в политику не соваться. Пью себе пиву и пью. И вдруг вижу старичок один. Посмотрел на часы, говорит, пол седьмого. Все посмотрели на свои часы. Твою мать. У всех пол седьмого. И начались чудеса. Вижу, подходит к стойке известный у нас человек. Не хочу зря трепать его фамилию на букву П. Вроде он. Кто-то даже сказал. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Значит, он. Только рыжий и с усами. П. Не хочу зря трепать его фамилию. Говорит, не угостит ли кто меня пивом? Все, конечно, заулыбались ему. Стоят молчат. Ждут, что будет дальше. П. Говорит, сегодня приказал уменьшить налоги ЖКХ в четверо. То ли в пятерон. Сам уже не помню. Все ахнули. Чудо какое. Налоги уменьшили. И тогда подвинули П. Шесть кружек. Погоди. Да, шесть. Пять пустых. Одну с пивом. Он выпил, говорит, теперь министров, если проворуется, не буду переводить в послы или в помощники к себе, а сразу в тюрьму. И только тогда ему подвинули восемь кружек. Да, четыре пустых и еще четыре пустых. Он обиделся и исчез. Куда вот он делся? Только что был здесь. Чудеса какие. Старичок старенький отпил пиво и сказал, это был жулик. Все так и ахнули. Правда. Еще же утром передали по радио, что П. улетел куда-то к чертовой матери. В смысле, далеко очень. И я вспомнил, ну да, улетел он к чертовой матери с дружеским визитом. Значит, это все были не чудеса, а один обман. Но тут, смотрю, подходит к стойке. Не хочу зря трепать его фамилию. Человек на букву М. Ему сразу сказали, Бог подаст Дмитрия Анатольевича. М. М. Сказал, что он зашел посоветоваться. Как уничтожить коррупцию, проституцию и ЕГЭ. По очереди лечохам. Народ ахнул и загалдел. Одни галдели, что нужно заставить проституток сдавать ЕГЭ. Тогда им придет конец. Другие, что не нужно этого делать, а то они еще сдадут и полезут во власть. Третьи, что не полезут, их там и так много. М. Подвинули семнадцать кружек. Шестнадцать пустых, одну разбитую. И тут старичок говорит, настоящий М. Ростом сильно меньше двух метров. А этот, хоть и не сильно, но больше двух метров. Все ахнули в остатный раз. Какой у старого пьяного человека ясный ум. Повернулись к лже-дмитрию, а уже и он исчез. Куда они все деваются? Только что был здесь. Опять поднялся голдеж. Многие стали размахивать руками. Я подумал, могут задеть меня. Собрался идти. И тут вижу, возле стойки появился, не хочу зря трепать его фамилию, очень главный в Москве на букву С. Говорит, скоро избавлю матушку столицу от пробок. Все поняли, что это уже не чудо, а галлюцинация. Тут сказали, что пиво кончилось. И тогда случилось совершенно невероятное. Начался бунт русский бессмысленный. То есть все взяли и пошли домой. И вы идите от греха подальше. Браво! Спасибо.